Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня очередная мотивация на уборку. Это был выходной день. Серёжа у меня уехал с девчонками гулять в Радугу парк, развлекаться. Выделили денёчек, чтобы девчонок сводить погулять, отдохнуть на аттракционы. Они поехали на колесе обозрения кататься, а я осталась дома, так как я, во-первых, болею, во-вторых, мне так проще, когда Серёжа занимается с детьми, гуляет, отдыхает где-то, а я выполняю какую-то работу, какие-то дела, потому что тяжело, когда дети дома, все дома, и тебе надо и тут успеть и с детьми поиграть, отвыкаешься очень на всё. А когда они гуляют, заняты делом, и я тоже занимаюсь своими делами. И вот я решила у девочек сразу поменять сегодня постельное бельё, пропылесос, шума трассы, потому что я их частенько полюсошу, переворачиваю, чтобы они не проминались, и буду застилать свежее постельное бельё. Погода у нас какая-то непонятная, вроде бы солнышко светит, но довольно холодно. Я даже Ксюше до этого, когда было тепло, она у меня ходила в колготочках, в джинсиках, сейчас она у меня обратно перешла в штанишки от курточки, потому что довольно прохладно. Я планировала, думала, погода наладится, буду мыть окна, открою окна, чтобы робот сам их помыл, чтобы я не занималась этой рутиной. Но вот я не могу, раз я болею, окна мне пока что не светят помыть по состоянию здоровья, чтобы меня лишний раз не надуло, не продуло, ничего не воспалилось ещё, не дай бог. Поэтому пока что с окнами у нас откладываются дела. Но мне, конечно, интересно протестировать его на окнах, так как я не особо любитель их мыть, поэтому жду, конечно, хорошей погоды, чтобы можно было распахнуть окна, поставить робота, и чтобы он всё помыл. Всех с праздником Пасхи. Девчонки, пишите, делали ли вы сами куличи, красили яйца или покупали куличи. Я вот не умею печь куличи, да и у нас дома их как-то не особо кто-то ест, поэтому мы их не покупаем. Максимум, что мы можем, это покрасить яйца. Но в этом году я не стала красить яйца, потому что яйца ем только я. И как-то вот у меня совершенно не было ни состояния здоровья, ни настроения этим всем заниматься. Ну, как-то вот, не знаю, в этом году у нас без праздника такого прям получилось. Ну, надеюсь, что в следующем году, возможно, хотя бы яйца мы все вместе покрасим, сядем. Возможно, просто наклеечки наклеим. Сейчас все намного проще, да, можно и сделать в пленочку, и наклеечки наклеить, не обязательно все это красить, то, конечно, все это сейчас намного в таком облегченном варианте. Раньше и шелуху копили заранее, чтобы красить. Сейчас очень много всяких видео даже есть обучающих, как красиво делать яйца, как вы красите яйца обычным каким-то простым легким способом, либо вы прям экспериментируете, как-то цвета интересные делаете, либо рисунки, либо все с детьми делаете. Поделитесь в комментариях, мне будет интересно почитать. Я относительно недавно говорила о том, что нужно разбирать игрушки у Ксюши, но я не снимала ролик. Я в телеграме только девчонкам фотки скидывала о том, что я занялась разбором вместе с Ксюшей. Мы повыгребали там какие-то картонки, коробки, лишний какой-то мусор и все разложили по контейнерам. Порядок пока что держится. И вот все по контейнерам разложили, а отказаться особо ни от чего не отказались. И вот каждый раз я себя ругаю, что Лера, ты же хотела, хотела, но вот нет, не получается как-то. И с мягкими игрушками та же история. Я тогда в ролике, когда прибиралась в детской комнате, отложила там, допустим, розового слона, сказала, что не будем его использовать. И все равно Ксюша его взяла, потом играла. В общем, у нас игрушки вот так кочуют с места на место. Я вроде бы только куда-то приберу, а потом по факту опять возвращается все на круги своя. Ну, я думаю, вроде бы у меня иногда такой запал есть, что все, сейчас все, от всего избавлюсь, но потом понимаю, что это же дети. Пока у них есть детство, пускай они играют. Для совместного времяпрепровождения с детьми я заказала очередной 3D-конструктор. Это картонная 3D-доги Коэн-копилка от бренда Кубрикс. Данный конструктор собирается очень легко, так как есть простая и понятная инструкция. И сам конструктор сделан в виде заготовок, которые нужно вынуть в нужном порядке и закрепить их на деревянных стержнях, которые идут в наборе. Давайте соберем вместе с нами копилку и посмотрим, что получится. Мы до этого собирали органайзер Бульдог, но у бренда Кубрикс на Валбере с большой выбор интересных 3D-фигур. Для любителей котиков есть замечательные три котика в наборе. Я, кстати, заказала Ксюше на день рождения. Думаю, она будет в восторге. Для любителей космонавтики есть бюст Юрия Гагарина, а для любителей литературы Есенин и Маяковский. Также есть бюст Крестного Отца и для фанатов Виктора Цоя есть его фигура. И еще большой выбор моделей можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть наличие. Пока Даша вынимала и сортировала заготовки по номерам, я помогла ей с первыми этапами сборки основания пазла. Далее она уже сама собирала пазлы, я лишь помогала его держать. Собирается он очень легко и быстро и круто, что это можно делать всей семьей. Потом даже папа к нам подключился и помог Дашей дособирать копилку. Половина копилки собрана, внутри получается полость, в которой будут храниться монетки. Мне кажется, для детей это прекрасные копилки, они многоразовые, так как можно немного ее разобрать, вынуть оттуда монетки и собрать ее снова для новых накоплений. И выглядит она очень красиво, при желании данной фигурки можно покрасить краской из баллончика. Мы собрали копилку и у нас на это ушло буквально 10 минут. И результат мне очень нравится. В интерьере такие 3D фигуры смотрятся очень красиво и стильно. Ссылочку на 3D конструктор от бренда Кубрикс я оставлю в описании под роликом и в комментариях. Переходите и заказывайте свой 3D пазл. У Ксюши мы порядок навели, перейдем с вами на кухню. На кухню у меня не так много прибирать. Я делала вечером перед этим сосиски в тесте, помыла противень, убрала его, нужно разобрать помытую посуду. Я с утра без ролика мыла ее. И в принципе у меня плита чистая, духовка чистая, все вроде бы более-менее прибрано, поэтому здесь работы у меня на кухне немного. Очень мне нравится так поверхностно убираться, когда вот вроде бы все чисто, все прибрано, да. И вот остаются прям вот такие небольшие дела делать, для того, чтобы получился окончательный порядок. Поэтому мне здесь останется только разобрать посуду. Но по-хорошему мы, конечно, еще добрались, чтобы руки хочется прям вытащить все из кухонного гарнитура, хорошо внутри помыть. Но вот пока что некогда. Сейчас у меня все думки про день рождения Ксюши, потому что у нас мы пригласим друзей. У нас там будет 12 человек в квартире. Я все думаю, как их разместить, что приготовить, в каких количествах, чтобы всем все хватило. Тем более там мужчины будут, надо будет, чтобы они наелись, не были голодные. В общем, у меня пока что думки не про приборку генеральную, да, а вот все про питание, что как бы всех накормить, чтобы всем все понравилось. Ну, пока что такое поверхностное меню я выписала себе. Надо будет закупать продукты, чтобы они были. И потом уже вот к субботе ближе будем готовиться к празднику. Я надеюсь, что я успею отснять ролик на субботу за неделю, озвучить его, и чтобы потом уже в субботу, когда приедут гости, мне осталось его только загрузить. У кошек тоже пропылесосило. Ну, и у них там обычная история, когда они разгромили всю свою кормушку, да, корм у них везде валяется, и они там пролили молоко немножко, умудрились как-то. Я протерла подоконник. Ну, и так как у нас погода пока не позволяет запустить кондиционер, мы открываем окно, и там вот за целый день, если окно открыто в положении вверх, да, то, конечно, налетает весь дорожная пыль, мусор, и протирать приходится довольно часто. Ну, ладно, это у меня уже привычка с годами выработанная, поэтому ничего страшного. У Дашеньки тоже соберу постельное белье. Я у девочек сразу тоже взяла пледы, потому что пледы давно не стирала, они прямо уже посерели. Думаю, надо их уже тоже постирать. Вот, отнесла все в ванну, мы с вами сегодня еще и в ванную комнату заглянем. Ну, получится так, что я думала, что я успею прибраться только у девочек в комнатах за это время, но нет, я тоже успела и в ванной прибраться, и в гостиной пропылесосить, поэтому у нас сегодня можно так сказать, что уборка во всей квартире такая, да, в течение времени, сколько они там гуляли. Поэтому сейчас поменяем у Дашеньки постельное белье. У меня еще в планах оставить ей задачи, такие как прибраться в шкафу у нее с одеждой, потому что я заглянула, там бардачок уже есть. И на стеллаже с книжками она будет тоже сама протирать пыль, прибирать вещи свои. Я у нее лишь протру письменный стол, подоконник и поменяю постельное белье. Ну, и пропылесошу, протру пол, потому что все равно часть дел, которых она может сама сделать, я оставляю ей. А сама делаю те дела, которые, в принципе, да, вот пока они гуляют, я успела сделать. Поэтому тоже ей задание оставлю. До каникул у нас осталось полтора месяца. У нас на каникулы ребята выходят с 26 мая. И Дашенька еще пойдет в школьный лагерь с 1 июня, День защиты детей. У них там начинается лагерь школьный. Это ее будет первый школьный лагерь. В том году она ходила в спортивный лагерь у бабушек, да, в поселке, ей там очень понравилось, потому что там они постоянно какие-то соревнования были, еще что-то, она даже грамоту оттуда принесла, что как бы ей очень понравилось. Ну, вот мы решили в этом году в школьный лагерь и, возможно, в следующем году в загородный поедет. Посмотрим, как оно будет, потому что, мне кажется, надо за детство попробовать все в этом плане, да, развлечений, отдыха. Я вот за свое детство была в лагере. У меня мама работала всю жизнь, ну, большую часть жизни на РЖД. И у них есть свои лагеря. Вот я была в лагере «Зеленый лук» два раза. И также у родителей, когда папа работал на шахте, у них задерживали зарплаты, им за место зарплат выдавали путевки на море в Сочи. И вот я помню, это был 2003 год, им выдали эти путевки, и меня первый раз отправили вот в этот лагерь, в другой город, да, в Сочи. Вот я тогда первый раз побывала на море, и на море всего лишь было два раза. Я была в Турции один раз, и вот в Сочи. И все, больше на морях я не была. И вот как-то хочется, чтобы ребенок тоже все попробовал, узнал, что такое загородный лагерь, что такое школьный, там, спортивный, и так далее. Как вы относитесь к лагерям? Отвозили ли вы детей туда? Да, потому что, ну, у всех, конечно, отношения к этому разные, особенно в разном возрасте. Как-то сейчас, конечно, с нашими детьми, когда некоторые очень агрессивные дети, неуправляемые, там, еще как-то. Ну, в общем, много всяких нюансов есть, что как бы страшновато куда-то далеко без контроля отпускать детей в каком-то определенном возрасте. Ну, не знаю, посмотрим, что покажет нам школьный лагерь, там посмотрим, возможно, и загородный попробуем. Ну, не в этом году, конечно. В этом году мы планируем, вот первый месяц у нас ходит в школьный лагерь, а потом на следующий месяц мы поедем к родителям. Там у меня у папы будет день рождения, надо будет поздравить, и тем более отдохнуть, чтобы они с бабушками побыли, поотдыхали. Может быть, я уеду в Екатеринбург, а они с бабушками останутся отдыхать. Посмотрим, как оно будет, потому что в том году у нас была такая практика, когда я уезжала, мы с Сережей были дома, мы свою годовщину вместе отмечали, а девочки у нас были с бабушками. И это было такое отучение Ксюши от меня еще, такой пробный вариант. И вот все получилось, все было классно, хорошо. И вот Ксюша спокойно пошла в садик. Не знаю, с этим ли было это связано, конечно, но все равно взаимодействие, тесная связь с бабушками ей была нужна, потому что сейчас она уже спокойно, как бы бабушка Света, бабушка Лена, а когда мы к ним поедем, я люблю бабушку Лену, я люблю бабушку Свету, я люблю дедушек, как бы у нее уже нет такого, что как раньше она оревела, кричала, боялась их, не разговаривала с ними, сейчас она спокойно к ним относится. Поэтому я считаю, что это, конечно, вот такие вот все равно отвезти туда, пускай они побудут в тесном контакте, все равно это хорошо. Возможно, по-первых, конечно, это стресс, но опять же Ксюшенька была с Дашей, все равно она чувствовала уверенность в том, что она не одна, не брошена, на произвол судьбы, к тем людям, которых она боится, все равно ей было спокойнее, и она привыкла к ним, и теперь она их не боится. А мы с вами приправили на столе, на подоконнике я протерла пыль и пропылесосила. Сейчас пройдемся шваброй, протрем полы, и в принципе здесь у Дашеньки все, все дела мы сделали, потому что останется ей только задание прибраться в шкафу и на стеллаже с книжками прибраться, чтобы там был тоже порядок. Но она приедет после того, как они погуляют, и она наведет там порядки свои. А мы переходим с вами в ванную комнату. В ванной комнате у меня тоже есть определенные дела накопились, успеваю делать, пока никого нет дома. Я вытащу из машинки стирку, там все вперемешку, белое, цветное, это надо будет тоже рассортировать, отдельно постирать, но сейчас в первую очередь я хочу постирать именно постельное белье, чтобы вот самое вот это массивное в ванной не лежало, потому что я часто использую ванну, где-то тряпку намочить, где-то что-то еще, и поэтому, чтобы там белье не мокло, не мешалось, я его сейчас закину, и потом еще отдельно постираю пледы. А вот все остальные вещи, это уже потом, попозже я, после всех этих основных стирок, заброшу и тоже постираю все. В ванной комнате на полочках у меня в принципе порядок, у меня единственное, что очень часто марается пол, потому что у меня кошки там и колбасица лежат, шерсти очень много налипает на пол, ну и вот приходится пылесосить, протирать часто, а так в принципе поверхностно, где-то на полочках, я стараюсь все вовремя убирать, это бывает, когда у меня настроения прям нету, я где-нибудь там что-нибудь брошу, все это комком-комком, и все, и потом уже бардак образуется, и тогда я уже снимаю, когда вот генеральная уборка в ванной комнате, когда уже все, надоел бардак, я уже снимаю, а так вот в принципе, да, стирка, где-то у кошек лотки поменять, полы пропылесосить, протереть и все, а вот такие вот массовые уборки, да, генеральные, я провожу, конечно, где-то раз в месяц, не больше, а так лишь поверхностная уборка. Все ходила, смотрела я в Галамарт, значит, мусорное ведро, приглядела мусорное ведро, одно и потом подумала, что я же не замерила размер-то, у меня получается между стенкой и унитазом, там определенный размер, да, который именно поместится мусор, подумаю, я сейчас куплю, она не подойдет, и все забываю, после этого раза, я все забываю замерить это расстояние, да, высоту, ширину, чтобы ведро, в случае чего, поместилось, да, по размерам, и вот сейчас, пока я озвучиваю, я прям на листочке записалась, подсказку, чтобы замерить размер ведра, которая поместится, потому что, как бы, хочется, чтобы до конца уже было более-менее опрятно, не просто ведерко маленькое, зеленое стояло, да, а какое-то, возможно, металлическое с крышкой, потому что это более гигиенично, и эстетично смотрится, поэтому надо не забыть замерить, записочку я себе написала, полы мы с вами протерли, пропылесосили, и вот останется мне достирать вещи уже до конца, и ванная комната у меня в порядке, сняла старое полотенце, которое уже грязненько замралось, повесила чистое, и в ванной комнате мы с вами порядок навели, и мне останется в гостиной только с дивана убрать игрушки, которые я забыла убрать во время уборки у Ксюши, Мотя так развалился, он особо не дается гладиться, а тут развалился, прям гладь меня пузом кверху, прям такой неженка стал, я вот его погладила немножко, с этой стороны дивана я убрала, там это все выбросить нужно будет в мусорку, и у Ксюши поставить ее домик, который она играет, она его не разрешает разбирать, поэтому я его оставила в первоначальном виде, в гостиной я мыла пол, у меня единственное, что шерсть по углам, надо будет ее пропылесосить, все так в принципе порядок, чисто, все аккуратно, на подоконнике я тоже протирала, поэтому вот поверхностная такая уборка, но зато во всей квартире я показала, что где я прибирала, давно меня просили, покажу уборку во всей квартире, но это конечно не прям генеральная уборка во всей квартире, но поверхностная во всей квартире уборка получилась, так что мы с вами допылесосим сейчас в гостиной полы, и на этом наша уборка будет окончена, а на этом дорогие друзья, я буду с вами прощаться, Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Также в описании под любым роликом вы можете найти ссылочки на социальные сети, на влоговый канал. Переходите, подписывайтесь и общайтесь там со мной. Всех люблю, всех целую, всем до новых встреч, пока-пока!